меня зовут полагина маша здесь мой контакт я занимаюсь обеспечением качества в течение уже семи даже может быть 8 лет и была тестировщиком было не очень долго автоматизатором потом достаточно долго менеджером но сейчас архитектура и вообще подход к обеспечению качества настолько быстро развивается что мне хотелось бы вернуться мне захотелось вернуться назад в автоматизацию функциональное тестирование и именно в команду которая занимается микрофронтами потому что на мой взгляд за этим будущее это достаточно интересная крутая тема и именно о ней я хочу сегодня поговорить ну как тоже ребята уже сказали я работаю в группе компаний тиньков и мы не банк мы именно группа компаний то есть занимаемся достаточно широким широким спектром всяких активностей ну я буду рассказывать про веб соответственно все мои примеры будут про веб сейчас ребята еще секундочку коллеги что мне нужно сделать чтобы перестать вас слышать скажите пожалуйста потому что вы намного громче чем я коллеги коллеги студии пожалуйста подскажите что мне нужно сделать чтобы перестать вас слышать что коллеги мы можем продолжать или нет судя потому что я вас все еще слышу наверное пока нет алло андрей а я тебя очень хорошо слышно никаких помех нет отлично но вот у меня вроде бы тоже пропали я надеюсь назад они не вернутся и я надеюсь что больше мы не будем прерваться поехали собственно почему вообще микрофронтенды почему вообще при не пришла в голову идея этого доклада как-то раз еще достаточно давно 2017 году к нам пришел бизнес и сказал хочу новую навигацию мы такие окей без проблем а начали разрабатывать эту фичу соответственно три недели мы потратили на разработку а потом еще две недели мы потратили на баги и потом еще четыре практически недели мы потратили на раскатку и до нового года мы успели вот буквально в притирочку но соответственно навигацию мы выкатили пользователи наши судя по опросам были довольны но была очень недовольна команда разработки во первых мы потратили 9 недель и у нас было реально очень много багов то есть там количество багов в одной фичей измерялось десятками мы поняли что так дальше жить нельзя и поставили себе цель изменить как-то нашу архитектуру наш код и наши процессы так чтобы можно было разрабатывать и выкатываться за 7 дней ну и соответственно вот в течение двух лет мы к этой цели шли сейчас мы к ней дошли и именно через архитектурное провозование то есть у нас был монолитный фронт теньков я говорю сейчас не обо всем сайте они о неавторизованной зоне ну и соответственно от этого монолита мы пришли к микро теньков ну и давайте собственно посмотрим что такое вообще микрофронты о которых я рассказываю андрей сориентируй меня пожалуйста там есть ответы в чате насколько глубоко нужно погружаться нет пока что в чате еще никто дал не дал о себе знать вот коллеги я напоминаю что в чате можно писать о себе можно писать вопросы я из них выберу самые интересные буду ходу дела море задавать так что смелее накидывайте пока никакой информации так что можешь можешь рассказать раз никакой информации нет наверное буду рассказывать по полной собственно вот есть монолитный фронт любое в приложении там три-четыре года назад оно было монолитное когда я говорю монолит я конечно не имею ввиду какие-то вот огромные махины в виде гугла да оно какое-то стандартное в приложение и из бэкэндов во фронты в веб разработчики попытались перенатянуть подход микросервисов то есть когда мы отдельно каждую часть разрабатываем каждую часть релизим и она функционирует сама по себе что-то похожее это микрофронты разница только в том что если микросервис он может работать сам по себе то мик микрофронты они работают в связке то есть много микрофронтов которые составляют страницу они в итоге складываются вот в один дом в один урл в одну страницу для пользователя разница такая но любой микрофронт он достаточно маленький достаточно легкий и вся вот эта вот машинель архитектурная она направлена на то чтобы можно было независимо разрабатывать и независимо релизить какие-то части фронта но если мы посмотрим например на любую страницу синьков то на ней сейчас достаточно много микрофронтов например вот навигация это отдельный микрофронт все блоки которые вы видите все формы которые вы видите это все отдельные микрофронты и зачем все это нужно в первую очередь для того чтобы можно было горизонтально масштабироваться да какая когда какую-то часть нам нужно усилить мы можем просто сделать несколько инстансов ну и соответственно таким образом горизонтально масштабироваться кроме того ускорение разработки как я уже сказала каждая часть каждый микрофронт он достаточно маленький он относительно независимый поскольку он маленький независимо его достаточно просто разрабатывать ну и просто релизить, поэтому для ускорения сработки и для ускорения релиза, соответственно, все это нужно. Ну и вот любой микрофронт, и те, о которых я буду рассказывать в процессе доклада, и в принципе любой, он маленький, он простой, он переиспользуемый. Если вдруг ваш микрофронт не отвечает вот этим критериям, то нужно задуматься, может быть, нужно сделать еще какие-то архитектурные преобразования. Ну и если раньше в классическом монолите все тестирование обеспечения качества было сосредоточено, собственно, в этом монолите, потому что кроме него ничего не было, то с изменением архитектуры тестирование обеспечения качества, оно перемещается, соответственно, на сторону микрофронта. И, собственно, я расскажу сегодня, с помощью каких приемов, инструментов и процессов можно вот это качество в микрофронте обеспечить. Естественно, для того, чтобы обеспечить качество, нужны какие-то критерии качества. У нас было два основных критерия. Это стабильный мастер, что значит стабильный, без критичных багов. Ну, на самом деле, в последнее время мы идем вообще к тому, чтобы стабильным мастером считать мастер без багов, но понятно, что это недостижимый идеал. И второй критерий – это высокая скорость. В нашем случае высокая скорость – это неделя на разработку и неделя на доставку. Неделя, ну, в смысле рабочая неделя, естественно. Вот такие два основные критерия. В принципе, я считаю, что они достаточно универсальны. Они подходят для многих команд, которые работают с микрофронтами. Ну, я надеюсь, что, собственно, про микрофронты, что это такое, как они работают, понятно. И давайте перейдем к контексту конкретно нашего приложения для того, чтобы были понятны мои примеры. Вот у нас есть пользователь, который ходит по какому-то урлу и попадает в какое-то приложение. Приложение, соответственно, отдает ему страничку. Пользователь видит страничку с нужным функционалом и радуется. Но на самом деле приложений может быть много. То есть, когда пользователь идет на, там, Тинькофф.ру, слэшкартс, он попадает на приложение карт. Когда он идет на Тинькофф.иншуренс, он попадает, соответственно, на приложение страхования и так далее. Этих приложений может быть очень много. Сейчас их в контексте нашей команды больше 10. В контексте всего Тинькофф, по-моему, больше 30, если я не ошибаюсь. То есть, это как раз-таки вот такое достаточно серьезное масштабирование. Но это не все. Каждое приложение состоит из каких-то сущностей, которые как раз-таки являются микрофронтами. В нашем случае это микроблоки, микроформы, ну и еще разные другие микромодули. Они, в принципе, все похожи между собой. Я буду рассказывать про микроблоки, потому что я просто работаю в команде блоков. Ну и давайте посмотрим, что вообще такое блок. Блоки могут быть совершенно разные. По факту, блок – это вот все, что вы видите на странице. Например, вот такой блок, или вот такой, или вот такой. В общем, это совершенно разнообразные React-компоненты. Но каждый из этих React-компонентов, он должен быть красивым и правильно себя вести, во-первых, в разном контексте, то есть в разных браузерах на разных устройствах, а во-вторых, в разных приложениях, которых, как я уже сказала, много. То есть, еще раз подытоживая, блок – это какой-то React-компонент, который одинаково предсказуемо выглядит, одинаково предсказуемо себя ведет в разном окружении, грубо говоря. И у каждого такого React-компонента, у него есть реализация, это вот то, что мы видим на скрине. И есть конфигурация. В нашем случае это JSON-ка, ну, в принципе, наверное, в вебе в большинстве случаев это JSON-ка, но может быть любая другая конфигурация. Но при этом блоки – это не виджеты, это более сложные сущности. То есть сейчас современный веб, он достаточно сложный. У всех практически сущностей есть как минимум серверный рендеринг, и, соответственно, его тоже нужно тестировать. И есть какой-то контекст приложения, вот то, что как раз отличает микросервис от микрофронта. Наши все блоки, они все равно работают в связке, отдают пользователю единую сущность – страницу. То есть какой-то контент страницы, контент-приложения у блоков в любом случае есть. Что же мы здесь в таком случае тестируем? Во-первых, мы тестируем функционал, во-вторых, верстку. В некоторых командах будет чуть меньше верстки, в некоторых – чуть больше верстки. В нашем случае ее очень много, потому что основная задача блоков – это красиво выглядеть. То есть блок – это вот такая сущность, которую отрисовал дизайнер, которая должна радовать глаз пользователям. Кроме этого, понятно, что раньше у нас был монолит, сейчас у нас микрофронты, и, соответственно, вот этих вот стрелочек связи у нас стало намного больше. Нужно тестировать интеграцию. И, как я уже сказала, нужно тестировать серверный рендеринг, потому что он есть. И мы не забываем, что у нас есть два основных критерия качества. Это стабильный мастер и высокая скорость. Понятно, что протестировать вот такой достаточно большой объем с достаточно жесткими критериями качества можно только с помощью автоматизации. И о том, как мы делаем автоматизацию, уже рассказывал на прошлом гизитбаге Александр Воробей. Мне кажется, достаточно удачно получился доклад, можно его посмотреть. Я автоматизацию буду затрагивать только краешком, потому что никакая автоматизация не будет работать без процесса. Соответственно, я вам буду рассказывать именно о том, как выстроить весь процесс обеспечения качества вокруг микрофронтов. Ну и я надеюсь, что про наше приложение понятно, мои примеры будут понятны. Если вдруг будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в чат. И погнали, соответственно, уже к основному докладу. Понятно, что для того, чтобы что-то протестировать, нам нужен в первую очередь тестовый стенд. И тестовый стенд в микрофронтах, он будет совершенно не такой, как мы привыкли в монолитах. Давайте посмотрим, почему. Вот наша схема, которую я уже показывала. У нас есть пользователь, у нас есть несколько приложений, у нас есть микроблоки. Микроблоки — это микрофронтенды. И мы вспоминаем, зачем вообще микрофронтенды нужны. Они нужны для того, чтобы независимо разрабатывать какие-то сущности. В нашем случае блоки. Если мы хотим их независимо разрабатывать, значит, нам нужно их независимо тестировать. Соответственно, из нашего тестового стенда нужно выключить вот этот весь контекст, весь контекст приложения. И, соответственно, нам нужен какой-то такой тестовый стенд, в котором мы сможем полностью работать с нашим React-компонентом с одной стороны, а с другой стороны, который не привнесет нам вот этот весь контекст приложения, да, типа рендеринга. Соответственно, к такому стенду есть какой-то набор требований. Мы должны видеть компонент, мы должны с ним взаимодействовать. При этом, поскольку мы хотим... Все вот для микрофронтов мы затевали для того, чтобы быстрее разрабатывать. Соответственно, мы хотим ускорить наш процесс разработки. Значит, тестовый стенд должен быстро разворачиваться, и мы должны уметь гонять тесты. Причем мы должны уметь гонять тесты и автоматизированные, и ручные, потому что, ну, понятно, что на первых порах без ручных каких-то проверок в большинстве случаев не обойтись. Это основные требования к нашему тестовому стенду. И есть еще дополнительные. Первый – это реал-тайм режим. И второй – это работа с дизайнерами. Почему отдельно мы так вынесли в требование работу с дизайнерами? Потому что, как я уже сказала, основное назначение наших блоков – это быть красивыми. Соответственно, у нас очень много коммуникации с дизайнером, очень много совместной какой-то работы, и нам не хотелось терять на переключение контекста, на вот это вот перекладывание задач от нас к дизайнерам, не хотелось терять время. Ну, и, соответственно, вот такой полный набор наших требований, и мы начали выбирать из уже существующих решений тестовые стенды. Сейчас, на самом деле, решений больше, но когда мы вот в конце 2017-го, начале 2018-го года все это затевали, было три основных решения. Это Storybook, Cosmos и Style Guadist. Storybook предназначен для… у всех трех решений немножко разная направленность. Storybook предназначен для хранения состояний, то есть он внутри себя агрегирует много разных конфигураций одного и того же объекта. Cosmos, кстати, очень интересная тема. Он сильно направлен на чистоту кода, то есть у него есть всякие сканеры, которые подсвечивают потенциально опасные места. И Style Guadist, он направлен на работу с документацией, то есть у него очень красивый интерфейс, который позволяет приятно, эффективно работать с документацией, то есть там сворачивать, разворачивать, всякие разные ссылки вставлять, тест-кейсы и так далее. Ну и минимальным требованием отвечали все три решения, но мы еще смотрели на развитые сообщества. И вот здесь у меня крестик напротив космоса, то есть когда мы делали выбор тестового стенда, то сообщество космоса было не очень развито. И непонятно было вообще, взлетит, не взлетит. Как вы все знаете, в вебе куча новых технологий, они чуть ли не каждый день появляются. Мы немножко побоялись смотреть тогда в сторону космоса. Сейчас уже полтора года прошло, понятно, что космос летит, летит достаточно неплохо, быстро развивается, часто релизится, по отзывам не очень много багов. То есть если вы вот прямо сейчас смотрите в эту историю пойти в микрофронты, то реально посмотрите на космос, окажется, что неплохая тема. Ну и кроме этого, вспоминаем наши дополнительные требования, реал-тайм-режим. У стайл-годиста нет настоящего реал-тайм-режима, там есть ход перезагрузки сервера, но это все-таки не одно и то же. Ну и понятно, что по совокупности вот этих вот требований мы выбрали Storybook. И давайте посмотрим, что же вообще такое Storybook и как он работает. Поскольку мы онлайн, есть приятная возможность показать вам Storybook вот так вот прям живую. Соответственно, вот вы его видите, это наш полный Storybook. Каждая вот эта вот вкладочка – это отдельный блок. Блоков очень много, сейчас больше 150. Каждый блок – это отдельный законченный React-компонент. Ну и, собственно, Storybook предназначен для того, чтобы хранить разные состояния блока. То есть есть вот такое состояние, или вот такое – это один и тот же блок, или вот такое и так далее. И какие у нас вообще есть возможности? Ну, во-первых, у нас есть возможность конфигурировать на лету. Сейчас смотрите внимательно на заголовок. Мы можем подставлять любой контент. Ну и сразу, как только у меня отвиснет браузер. Ну, пожалуйста. На самом деле, когда нет трансляции вот этого всего, Storybook работает намного быстрее. Ну и вот здесь вот в заголовке появляются, собственно, все изменения контента, которые я произвожу. Кроме того, как я уже сказала, можно взаимодействовать с блоком. Например, понажимать кнопки, потом посмотреть, как это все трекается, посмотреть консоль, то есть полностью с блоком взаимодействовать. Кроме этого, у Storybook есть достаточно большая развернутая опишка. О ней очень подробно Александр Воробей в своем докладе рассказывал. С помощью нее можно помощью встроить автоматизацию Storybook, то есть брать скрины, обращаться там к любым ссылкам и так далее. Получается, что Storybook полностью отвечает нашим требованиям к стенду. Мы можем видеть компонент, взаимодействовать, быстро разворачивать, гонять тесты и ручные, вот как я сейчас показала, автоматизированные с помощью открытва API. При этом у нас есть реал-тайм режим. Реал-тайм режим — это немножко не то, что я сейчас показывала. Я сейчас показывала именно на лету изменения контента. А реал-тайм режим заключается в том, что Storybook сразу подтягивает изменение кода наших компонентов. То есть на лету перезагружает постоянно компоненты и отрисовывает со всеми изменениями. И также в Storybook можно организовать работу с дизайнерами. Об этом чуть подробнее, чуть позже расскажу. Ну и получается, что когда мы просто внедрили Storybook, за счет того, что он легкий, достаточно удобный, умеет много всего отрисовать, мы в среднем около пяти часов на каждой задаче стали экономить. Соответственно, приблизились к нашему требованию критерия качества, к скорости. Ну и, я думаю, понятно, что для отдела QA очень удобная штука. Но на самом деле, если еще немножко Storybook сконфигурировать, то можно облегчить жизнь дизайнерам и разработчикам. И давайте посмотрим, какие есть дополнительные фишки, которые не из коробки, а которые нужно немножко сконфигурировать. Для тестировщиков, как я уже сказала, хранение тестов в окружении, быстрый деплой и возможность ручного и автотестирования. Для дизайнеров это возможность привязки компонента к макету и просмотр до окончания разработки. Сейчас покажу чуть-чуть подробнее. И для разработчиков это реал-тайм-режим, о котором я уже рассказала, и визуализация всяких разных деталей, которые помогут при разработке объекта. Давайте посмотрим, что же я здесь имею в виду. Давайте начнем, наверное, с QA. Дело вот эти вот все вкладочки, которые вы видите, это разные состояния объекта. Как видите, их можно сложить по дереву в одну папку тест и, соответственно, таким образом хранить все наши тест-кейсы. В принципе, если какой-то сложной функциональности нет, то отпадает подребность в какой-то дополнительной TMS-ке. Для дизайнеров... Да, вот здесь давайте посмотрим. Для дизайнеров можно привязать макет. То есть наши дизайнеры работают в FIGME, и вот здесь вот... можно прикрепить ссылку на дизайн. Кроме этого, можно протегировать и посмотреть, например, с каких более мелких объектов состоит вот этот вот большой с помощью тегов. Для разработчиков очень удобная штука. Можно выводить в соседней вкладке, собственно, любую информацию, какую вам нужно. Например, вот здесь, как я уже говорила, у каждого блока есть конфигурация. Соответственно, вот сюда мы конфигурацию блока прямо выводим. Можно сделать интеграцию с Jira, можно сделать интеграцию с чеш-логом и так далее. Это, я думаю, понятно. Еще одна прикольная фишка для дизайнеров – это placeholders. То есть картинки, которые нам дизайнеры отрисовали, мы прямо сразу тянем сюда в Storybook, здесь их оставляем, и, соответственно, дизайнер всегда может проверить, правильно ли мы пользуемся той картинкой, которую он задумал. Это с одной стороны. А с другой стороны, разработчики всегда знают весь набор контента, который предполагался в блоке. То есть, например, вот в этом блоке у нас есть два варианта картинок. Это L-картинка для более широкого экрана и S-картинка для экрана поуже. Ну, то есть все предельно просто, все хранится в одном месте. Могут дизайнеры прямо сразу на лету прийти посмотреть, правильно ли мы разработали блок. То есть сравнить вот этот вот пример с placeholders, с дизайном, который они отрисовали. Разработчики могут посмотреть любые детали реализации. Киоинженеры могут сразу составить эскизы для того, чтобы здесь же рядом их хранить. Соответственно, все получается достаточно удобно. Так, поехали дальше. Ну и получается, что мы еще, когда мы сконфигурировали Storybook, мы еще ближе приблизились к нашему второму критерию качества, еще увеличили скорость в среднем на один часть по всем задачам. Ну и если возвращаться ко всему объему тестирования, который у нас есть, то получается, что с Storybook мы полностью закрываем тестирование функционала, полностью закрываем тестирование верстки, но при этом не закрываем интеграцию, потому что у нас нет интеграции, у нас как раз таки изолированный стенд. И мы не закрываем серверный рендеринг, но потому что у нас нет сервера. Понятно, что эти два пункта, безусловно, тоже нужно тестировать. Значит, нам нужен еще какой-то дополнительный стенд. Давайте смотреть какой. Здесь опять начинаются всякие архитектурные преобразования. Нам нужен стенд, который с одной стороны будет точно такой же, как приложение, и будет работать точно так же. А с другой стороны, он все равно должен оставаться легким, простым. Мы должны мочь поднимать его в Mersh-реквесте и с ним взаимодействовать. Что здесь можно сделать? Можно вынести какой-то Core-функционал в Core-пакеты. Что это значит? У нас все равно есть какой-то минимальный функционал приложения, который должен переиспользоваться в каждом приложении. Это, например, рендеринг, это взаимодействие объектов друг с другом, это шрифты, может быть, это какие-то общие стили, общие отступы. То есть вот тот минимальный набор, без которого наша страница нормально пользователю не покажется. Соответственно, вот этот минимальный набор мы выносим в Core-пакеты, и тогда эти Core-пакеты будут подключаться в любое приложение, и наши приложения будут одинаковыми с одной стороны. А с другой стороны, эти же самые Core-пакеты можно подключить в микроблоке. И тогда, если мы возьмем Core-пакеты, подключим их в микроблоке, то у нас получится именно то, что нам нужно. У нас получится одно приложение, легкое, маленькое, с минимумом функционала, состоящее из одного блока, ну или из минимального набора блоков, и при этом оно будет работать точно так же, как наши итоговые приложения. Вот так это выглядит, то есть обычная страничка с нашими обычными шрифтами, обычными отступами, которая отрисовала именно тот блок, который мы хотим. Ну и получается, что Storybook у нас закрывает полностью функционал-верстку, а наше вот это легкое приложение, мы его называем StandUpis, он закрывает интеграцию и серверный рендеринг. И получается, что посредством комбинации вот этих тестовых стендов мы можем полное тестирование в фиче ветки проводить. Насчет тестовых стендов это все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат, после доклада я обязательно на них отвечу. Но понятно, что сам по себе тестовый стенд никакого качества нам не обеспечит, у нас должны быть еще процессы, у нас должны быть еще какие-то очень грамотные тест-кейсы. Давайте посмотрим, что в случае микрофронтов можно сделать с тест-кейсами. Вообще, почему я так сакцентировала внимание на тест-кейсах? Когда мы разрабатываем микрофронт, нашим пользователем является не пользователь, который увидит страницу, а по факту нашим пользователем является приложение. А вот конечным пользователем, который человек, мы не всегда что-то знаем. Соответственно, нам не всегда можно вытащить пользовательские тест-кейсы. И нам не хочется делать вот эти длинные E2E, потому что они усложняют процесс тестирования, ну и, соответственно, мы опять потеряем скорость. Поэтому нам нужны какие-то синтетические тест-кейсы, которые с одной стороны закроют весь наш функционал, а с другой стороны останутся быстрыми и легкими. Что здесь, собственно, можно сделать? У нас есть один блок, один React-компонент, который используется во многих-многих-многих приложениях. Каждое приложение использует блок со своей конфигурацией. Например, вот здесь, справа и слева, это один и тот же блок. Но при этом у одного картинка больше, у другого меньше, у одного есть кнопка, у другого нет, у одного заголовок в одну строчку, у другого в две. Соответственно, выглядят они в итоге и даже ведут себя по-разному. Тогда, получается, нам нужно каким-то образом вытащить все варианты вот этих конфигураций для того, чтобы протестировать весь функционал наших блоков. Для этого есть система управления контентом. Вообще, на самом деле, даже вне зависимости от микрофронтов, когда у тебя много-много-много конфигураций, архитектурно правильно все контент, конфигурации приложений разделить между собой. То есть делать отдельную систему управления контентом, в которой будет наполнение и в которой будет конфигурация. Тогда приложение будет входить в эту систему управления контентом и назад получать какую-то JSON, которая будет являться конфигурацией блока. Но при этом мы не хотим вот эту длинную связку через приложение в наши микроблоки тянуть. Значит, мы можем замкнуть интеграцию системы управления контентом, минуя приложение. Почему это круто, почему это работает? Работает это потому, что приложение пользуется системой управления контентом, и мы пользуемся системой управления контентом, соответственно, у нас один источник правды. При этом мы берем JSON, которые используют приложения, тянем их в микроблоки напрямую, и дальше мы их можем каким-то образом проанализировать для того, чтобы составить тест-кейсы. Мы берем эти JSON, анализируем типы полей. Ну, на примере буллина достаточно просто. Бывают там поля посложнее, бывают тексты, бывают тиреи, бывают вообще какие-то не очень четко заданные поля, но в любом случае их какое-то конечное количество, и каждый из типов полей мы можем проанализировать. Дальше мы подставляем тон контент, который релевантен для конкретного типа поля. Например, для буллин это true files, для текста это короткий текст, средний текст и длинный, и очень длинный. Для стиля это любой стиль списка. Дальше кажется, что все просто, нам нужно просто скомбинировать и радоваться. Но любой, кто работает в отрасли достаточно давно, я думаю, понимает, что все варианты протестировать невозможно. Соответственно, все комбинации, это слишком долго, это избыточно. Но опять же, есть уже всякие достаточно... Андрей, ты что-то говоришь? Окей, хорошо. Так вот, у нас есть все варианты, но это слишком долго. При этом мы можем сократить количество вариантов с помощью пар значений. Казалось бы, все классно, применяем про вас тестинг, но современные фронты, они уже настолько сложные, и в них настолько много нужно иногда тестировать верстки, что пара значений тоже получается слишком долго. И пришлось изобрести способ еще более сильной минимизации тест-кейсов. Давайте посмотрим, какой. Мы отталкивались от того, что любое значение должно проверяться хотя бы один раз. То есть, если мы вспомним про паровость тестинг, там основная аксиома в том, что большинство багов возникают из-за одного или из-за сочетания двух параметров, мы еще сильнее режем аксиому и говорим, что большинство багов, наверное, возникнут из-за одного параметра, а значит, любой параметр мы должны проверять хотя бы один раз. Тогда мы берем всю конфигурацию нашего блока, дополняем ее недостающими параметрами, вот которые сейчас подкрашены серым цветом, и составляем тест-кейсы из разных полных комбинаций. То есть вот так. Получается, каждый раз мы в блоке берем полный набор значений, каждое значение, соответственно, будет тестироваться хотя бы один раз, а некоторые больше, чем один раз, те, которым повезло, которые на вот этом вот сером фоне. Почему это прикольная тема? Во-первых, потому что мы не раздуваем количество тест-кейсов. То есть, смотрите, у нас уже есть, допустим, вот три тест-кейса с такими значениями. У нас добавилось новое поле, например, title. В title можно положить короткий текст, средний текст и длинный текст. То есть три значения. Мы новое поле добавили, а количество тест-кейсов не увеличилось. У нас как было три тест-кейса, так три тест-кейса остались, просто к каждому еще по одному значению добавилось. Количество тест-кейсов увеличится только в том случае, если в каком-то поле будет больше значений, чем было во всех предыдущих полях. Но это понятно, что не очень часто случается. Кроме того, что мы не раздуваем количество кейсов, мы можем еще чаще проверять важное. Как я уже сказала, мы дообогащаем недостающими значениями наши тест-кейсы. То есть вот текст L, он сам по себе не мог провериться. Мы к нему добавили одно значение баттона, одно значение стайла. При этом у нас все еще есть вот эта прямая интеграция системы управления контентом. Мы, соответственно, можем оттуда вытащить любую информацию о наших пользователях. И, например, мы в какой-то момент узнали, что стилем 2 стали пользоваться чаще, чем стилем 1. И мы дообогащаем не стилем 1, которым раньше, а стилем 2. Соответственно, чаще проверяем важное. Соответственно, вероятность нахождения критичного бага, она возрастает. Ну и кроме этого, логика достаточно простая. Ну или как минимум она программируемая. То есть в ней есть все неизвестные, ее можно заавтоматизировать и автоматически генерировать тест-кейсы. Вот эта автоматическая генерация тест-кейсов – это вообще очень крутая штука. Получается, потому что мы выключаем Куа-инженера из начальных этапов процесса. У нас разработчик создал какой-то новый блок. Он запустил утилиту вот этой автоматической генерации тест-кейсов, и он сразу же видит, что у него развалилось. Нам не нужно вот эти все ручные действия по анализу каких-то комбинаций проворачивать. Получается, что когда мы все это добавили, у нас был часовой пайплайн, причем часовой пайплайн, который не раздувался с развитием блоков. У нас появились тест-кейсы до разработки, и, казалось бы, все классно, за исключением одного момента. Мы все-таки отошли от общепринятых концепций тестирования и понимали, что какие-то баги, которые возникают из-за двух или более, из-за комбинаций двух или более значений, они все равно возможны. И нам захотелось к нашим вот этим автоматически генерируемым тест-кейсам добавить еще что-то. И это что-то, это было кейсы по багам. Кейсы по багам мы добавляли с помощью политики нетерпимости к багам. Вообще, я эту политику, они сейчас много говорят, я ее очень советую применять именно для микрофронтов, потому что для микрофронтов она применяется очень просто. Любой фронт, у него малофункционал, у него достаточно быстрый пайплайн, и у него есть какое-то автопокрытие. Ну, потому что сама идея микрофронтов, она ведет нас к тому, что нам нужно максимально автоматизировать и без ручных проверок быстрее выпускать. Вот, соответственно, в таких условиях очень легко запустить политику нетерпимости к багам, и так, как об этом написано в книжках. Сначала остановить всю разработку, потом найти все-все-все-все-все баги, которые мы сможем, пофиксить все эти баги, выпустить, и вот с этого момента сказать, что теперь наш мастер идеальный, и как только мы ловим новый баг, мы его обрабатываем по этой же самой политике. То есть стопаем опять разработку, но можно уже не всей команды, а какого-то одного конкретного разработчика. Он этот баг приоритетно фиксит, приоритетно выпускает. В бэклоге у нас никогда багов нет. Ну, и, соответственно, мастер и сначала хороший, а потом он становится еще лучше. Давайте посмотрим, как это может работать. Вот это вот наш реальный график нашей команды. Вот эта первая точка, она после того, как мы все баги, о которых знали, пофиксили. Соответственно, нам от пользователей начали приходить какие-то новые баги. Мы каждый из них закрывали тест-кейсом. Закрывали, закрывали, закрывали. И через некоторое время мы пришли либо к одному, либо вообще к отсутствию багов в течение месяца. Соответственно, очень круто, классно работает. Получается, у нас есть автоматический сгенерированный тест-кейс, у нас есть тест-кейсы по багам, но нам захотелось через некоторое время добавить еще реальные пользовательские кейсы. Почему? Ну, потому что хочется подстелить себе немножко соломки. Потом иногда бывают какие-то задачи на миграцию контента, когда есть изменения, которые не должны повлиять на текст, на функционал наших пользователей. Соответственно, вот их проще всего тестировать на уже возможных реальных кейсах. И получается, когда мы все вот эти вот три набора тест-кейсов добавили, мы закрыли все наши возможные баги, у нас получилось максимальное покрытие. Об этом говорил наш график нахождения багов, о том, что их практически не было. И даже из тех, которые были, критичных не было на протяжении нескольких месяцев. Но при этом у нас опять стал долгий пайплайн, больше часа. Соответственно, нам опять нужно было эти тест-кейсы сократить, общий набор тест-кейсов. Что здесь можно сделать? Мы применили такую штуку, как достаточный набор кейсов, основанный на графе зависимости. То есть вот здесь на графе видно, что у нас есть стрелочки, которые показывают в зависимости одних компонентов от других. Соответственно, проанализировав этот граф, мы точно можем сказать, какие объекты задеты в том или ином мерш-реквесте. Получается, что мы генерируем весь набор кейсов, сохраняемого в сторибуке. Это автоматические кейсы, кейсы по багам и реальные кейсы пользователей. Дальше мы по графу понимаем, что было затронуто и тестируем кейсы только от тех сущностей, которые были затронуты в конкретном мерш-реквесте. И это очень сильно снижает количество тест-кейсов. Вот здесь сейчас полный сторибук, ну, точнее, кусочек полного сторибука, полный, вы видели, когда я показывала демонстрацию, больше 150 блогов, то есть это прям много. Если у каждого блока, например, три тест-кейса и, не дай бог, в двух нужно сделать скрин, то, ну, понятно, что это больше часа. А вот это, это сторибук, который сгенерировался после того, как мы применили граф зависимости. То есть здесь видно, что задето, один блок у нас задет, и добавлены к нему тестовые блоки, ну, которые мы всегда добавляем для того, чтобы убедиться, что минимально нужный функционал у нас работает. Соответственно, количество тест-кейсов больше, чем в 10 раз сократилось, и наш долгий пайплайн опять превратился в часовой. Именно таким образом мы работаем с тест-кейсами, какую-то похожую схему, очень советую вам, и очень советую посмотреть в сторону автоматизации именно генерации тест-кейсов, потому что в микрофонте, как я уже говорила, у него достаточно ограниченная логика, часто она бывает легкой, ну, и, в принципе, современная разработка, она направлена на то, чтобы каждая там функция, каждый метод, каждый модуль, он был максимально легким. Соответственно, кейсы тоже получаются легкими, а значит, создание тест-кейсов уже тоже можно автоматизировать. Ну, вот, казалось бы, мы пришли к светлому будущему, но нет. Для того, чтобы всем этим управлять, управлять нашим развитием, нашими обновлениями, нам нужна какая-то еще схема обновлений. И давайте посмотрим, что же это вообще такое. Ну, во-первых, почему я говорю про то, что нам нужно обновлениями управлять. Посмотрите на этот скрин. Справа и слева один и тот же блок, но в разных версиях, в разных версиях реализации. И у одного углы со скруглением, а у другого без скругления. Казалось бы, ничего такого страшного, но если мы внутри одной страницы будем часть блогов использовать со скруглением, а часть без скругления, это может повлиять на ощущение пользователя от нашего контента, от нашей страницы. То есть страница будет ему казаться неопрятной, неаккуратной, и в итоге это повлияет на конверсию. А у нас как бы неавторизованная сон, то есть мы хотим как раз-таки максимально увеличить конверсию, привести пользователя к тому, чтобы он был счастлив и там заполнил нашу форму, например. И вот на неосознанном уровне от такого разброса в визуализации пользователь может не заполнить форму. Ну, или, например, бывают вот такие изменения, когда, казалось бы, изменились только шрифты, а блоки поплыли по высоте. Это тоже важно. Или бывают, например, вот такие изменения. Их уже пользователь не заметит, а их заметит разработчик. То есть, смотрите, у нас изменилось все дерево JSON, соответственно, нам по-другому с этой JSON-кой нужно работать, и нам нужна новая версия блока, а причем еще, скорее всего, обратно совместимая со старой. И получается, что есть задачи, в которых нам нужно управлять контентом, либо выпустить все в один и тот же момент для того, чтобы пользователь не заметил вот эти вот углы со скруглением или без скругления, либо принудительно перевести на новую версию контента, когда мы, например, перешли на новую версию работы JSON, как вот на этом скрине. Получается, что нам нужно либо управлять, либо поддерживать большой коридор версии. Почему поддержка большого коридора версии – это плохо? Ну, большой, он и есть большой, значит, нам поддерживать много. А если нам поддерживать много, то у нас замедляется разработка. А если у нас замедляется разработка в микрофронтах, то у нас злые заказчики, потому что вся вот эта вот машинерия с микрофронтами, весь техдолг, весь архитектурный бэклог, он был направлен на то, чтобы разработку ускорить. А у нас она, получается, замедлилась. Соответственно, не очень хорошая ситуация, нужно ее как-то избежать. Для всего этого нам нужна система управления обновлениями. Приложение ходит в эту систему управления обновлениями и забирает назад версию конкретного блока. Как это выглядит? Например, вот это приложение 1 пользуется баннером версии 1.3, а приложение 2 может пользоваться баннером предыдущей версии, а тайтлом той же самой версии. Почему это... Ну и, соответственно, вот эту информацию о том, какой версией каждое приложение должно пользоваться, оно приведет из системы управления обновлениями. Почему это неплохая тема? Во-первых, с точки зрения приложений, у них появляется безрелизное обновление блоков, ну, микрофронтов. У них есть отдельная система, в которой лежат вот эти вот зависимости версий, вот эти. Соответственно, для того, чтобы обновиться, релиз приложения нам не нужен. Нам нужен релиз вот этой вот системы управления обновлениями, а это, ну, очень простая штука. Вот она выглядит ровно так же, как сейчас на скрине, то есть это просто JSON, которая хранит соответствие версий. Мы можем даже руками пойти, там поправить 1.3 на 1.2, ну, и, собственно, чувствовать себя счастливыми. Получается, что приложение получает безрелизное обновление, при этом легкий откат. Понятно, что эту JSON мы можем как в ту, так и в другую сторону изменить. И для приложения это отсутствие регресса. То есть мы точно знаем, какие новые версии мы подтянули. Мы можем, если у нас есть вдруг такая потребность, именно эти версии проверить. Полный регресс нам делать не нужно. Это со стороны приложения. Если со стороны микрофронта, то мы получаем управление коридором версий. То есть у нас появляется вот эта вот информация обо всех наших заказчиках и обо всех версиях, которые реально используются. И дальше мы уже можем этим управлять. Мы можем прийти попушить каких-то заказчиков. Мы можем договориться о том, чтобы несколько заказчиков одновременно зарелизились для того, чтобы не было вот этой вот разницы по контенту и так далее. Кроме этого, мы также получаем быстрое обновление, если нам вдруг нужно доставить наши изменения. А значит, мы получаем поддержание качества, потому что вспоминаем, что у нас один из основных критериев качества – это скорость. А мы здесь как раз-таки получаем скорость. Ну и в принципе мы получаем полную информацию о заказчике, и нам проще, например, дебажить, если у нас возникают какие-то баги. Получается, что если мы вводим систему управления обновлениями, то мы еще ближе приближаемся к нашим основным критериям качества. У нас более стабильный мастер, потому что у нас нет устареваний, у нас более легкий откат. И у нас высокая скорость, потому что мы можем быстро поддержать, быстро отбажиться и быстро зарелизиться. И вот этот пакет, то есть тестовые стенды, тест-кейсы и схемы обновлений – это в принципе все, что вам нужно для хорошего обеспечения качества в микрофронтендах. Давайте немножко подытожим. В 2017 году пришел к нам когда-то заказчик и сказал, я хочу новую навигацию, и мы потратили на это 9 недель. Ужасно. Сейчас любое обновление любого блока выкатывается за 7 дней. То есть это даже чуть-чуть быстрее, чем мы себе ставили изначально. Мы хотели разрабатывать за 7 дней, сейчас мы можем и разработать, и выкатить. При этом у нас стабильный мастер, то есть мастер практически без багов, высокая скорость и разработки. И разработки за счет того, что каждый блок атомарный, легкий, у него автогенерация, тест-кейс, его быстро тестировать. И высокая скорость за счет того, что мы можем легко выкатываться. Ну и пару советов от меня, как от человека, который это все запускал, в этом всем достаточно давно вращается. Первое, на что стоит обратить внимание инженеру по качеству, это на архитектуру. Архитектура должна обеспечивать качество. То есть все вот это, о чем я вам рассказывала, оно было бы невозможно без правильной, красивой, приятной архитектуры. То есть если бы мы не вынесли core-пакеты отдельно, не подключали бы их во все приложения, то мы бы просто не смогли поднять себе легкий тестовый стенд для тестирования интеграции и так далее. То есть пришло то время, когда внимание на архитектуру нужно не просто там разбираться, какая она в нашем конкретном приложении, а менять ее под себя, менять ее, чтобы можно было обеспечить качество. Ну и второе, твой код не качественный, если им не пользуются. Подумайте про систему обновления, подумайте, как пользователи будут забирать себе ваше обновление, насколько они будут от этого довольны, насколько им это все будет прозрачно. Продумайте про рычаги давления на пользователей, подумайте про рычаги обновления, доставки каких-то своих изменений. Потому что какие бы крутые, классные фронты, там, реакт-компоненты, какой бы крутой, классный код вы не делали, если у него нет пользователей, то его нельзя просто назвать качественным, у вас качество это какая-то неизвестная. Ну и на самом деле, если время закончилось, у меня все. У меня, правда, есть еще несколько дополнительных слайдов. Андрей, сориентируй меня, пожалуйста. Про то, что может пойти не так, сейчас поговорим или в дискуссионной зоне? Я думаю, что ты можешь рассказать. У нас есть несколько вопросов, но не слишком много. То есть я думаю, что время хватит, чтобы ты рассказал еще про то, что не так. Это на самом деле самое интересное, по-моему. Ну давайте, постараюсь быстренько. На самом деле, все это выглядит, я надеюсь, круто, красиво, работает тоже очень неплохо, но, естественно, всегда есть какие-то подводные камни. Первый — это баги сторибука. Ну, понятно, что сторибук — это такой же код, как и любой другой, и, соответственно, у него точно так же могут быть баги. Надо отдать сторибуку должное. За все время, которое мы пользуемся, критичных багов, которые стопорнули бы нашу работу, не было. Вот, не было. Но было пару багов, которые либо неприятно на нас влияли, либо вызывали панику. Вот один из таких багов — это не работает поп-ап. Ну, то есть, должен получиться поп-ап при клике, я не помню, на кнопку или на ссылку, на что-то. Мы в сторибуке кликаем тестами, а поп-ап не всплывает. У нас паника. А, надо откатываться, надо искать, в какой версии у нас он работал. Оказалось, что это баг именно сторибука. Сторибук не может наш поп-ап отрисовать, а в приложении в итоге вам все хорошо. Ну, и второй баг, который сейчас еще остается, не работает скролл в интерфейсе. Если у нас очень-очень-очень много вкладок, то перестает работать скролл. Ну, как бы, всегда можно перейти табом. Такой себе баг. По-моему, его так и не будут фиксить. Кроме багов сторибука, у нас уже еще может быть влияние уже нашего CSS на наше приложение. Давайте посмотрим еще раз на схему, которая у нас в итоге получилась. Вот смотрите, тут есть два момента. Первое, если у нас есть какой-то общий CSS, отступы, например, которые во всех приложениях должны быть одинаковые, и которые важны для работы блоков, ну, то есть, грубо говоря, мы все блоки делаем с прилипанием, а для того, чтобы воздух был в дизайне, мы делаем общий отступ. Вот если у нас есть такие общие штуки, архитектурно нужно их обязательно вынести в core-пакеты, ну, для того, чтобы сохранить вот эту вот консистентность, да, тестирование в сторибуке и итоговой работы в приложении. Это первый момент. Второй момент. В приложении всегда может быть еще какой-то CSS, который повлияет на наши блоки. Ну, то есть, по факту, это какой-то костыль, который добавили в конкретном приложении, и который может пагубно влиять на контекст работы наших блоков. Ну, не знаю, допустим, все черное в синий перекрасить, а у нас на каких-то блоках там предусмотрен синий фон, и вот у нас букв не видно. Вот такие штуки отлавливаются на дополнительном интеграционном тестировании со стороны приложения. Об этом не стоит забывать. И может быть такая штука, как устаревшая конфигурация у пользователей. То есть, если мы за управлением обновлениями не очень следим, или у нас есть какие-то упертые пользователи, которые хотят пользоваться очень старыми версиями, то это всегда приводит к тому, что при накатке обновлений у нас могут возникнуть баги. То есть, когда очень старая конфигурация на очень новую реализацию, большая вероятность того, что они не сойдутся. Вот как раз-таки эти штуки можно пофиксить добавлением кейсов от реальных пользователей в наш Storybook. Когда мы реальные конфигурации, реальные реализации тянем, соединяем их вместе и смотрим, что у пользователя ничего не сломалось. Ну и последнее. Это всегда может быть какое-то некорректное использование. То есть, у нас, например, есть какой-то блок, как вот здесь с картинкой, у нас предусмотрена картинка справа, и там текст не больше N, не знаю, 300 символов. А пользователь берет и переворачивает, например, костылем нашу картинку, или вставляет картинку слева, а дизайнеры все картинки отрисовали для расположения справа. Или берет в кнопку, вставляет 300 символов, что у нас кнопка раздувается на полблока. Вот такие вот штуки обязательно нужно мониторить. Их тоже можно мониторить через систему управления контентом. То есть, тянуть контент реальных пользователей и смотреть, как он отображается в наших дизайнах. Тут немножко такой процессный момент, что нужно обязательно договориться со всеми заказчиками, лучше на берегу, о том, что у дизайнера последнее слово. Ну и, соответственно, просто по мере нахождения такие неправильные использования фиксить. Вот на этом у меня точно все. Ясно, спасибо. Перед тем, как я начну читать вопросы, можно я просто уточню, вот что ты понимаешь под словом пользователь? Потому что, ну, как реальный пользователь может перевернуть картинку костылем? Я об этом немножко говорила, давай еще раз. Да. Вот когда у нас есть веб-приложение, у него есть реальный пользователь, который там на своем компьютере, в своем браузере откроет страницу и что-то увидит. Когда мы переходим на архитектуру микрофронтов, нашим пользователем становится приложение, которое забирает себе наши блоки, как-то их конфигурирует, собирает в общий дом и показывает уже вот тому пользователю, который человек. То есть, когда я говорю пользователь, это пользователь приложения. Да, все понятно, спасибо. Так, хорошо, давай я тебя зачитаю. У нас есть небольшая пачечка вопросов. Начну вот с такого. По какому принципу вы разделяли по микрофронтам? Как-то по бизнес-домену, по функциональности или по командам? Вот как? По функциональности, по бизнес-домену, как мне кажется, ну, по крайней мере, в нашем случае это не очень правильно, потому что тогда теряется вот эта вот нить переиспользования. То есть, у нас была задача создать такие сущности, которые могут использоваться в любом домене для того, чтобы создавать один раз, а пользоваться всеми, всеми командами. Вот, соответственно, получается, если исходить из такой логики, что по бизнес-домену это неправильно, по команде тоже не всегда правильно. То есть, у нас есть разделение по командам, но оно же разделение по функционалу. Например, одни микрофронты у нас – это вот блоки, о которых я рассказывала, а другие микрофронты – это формы, о которых как раз вот Александр Робей рассказывал в своем докладе. И по факту и то, и другое – это вот изолированная сущность, изолированный реакт-компонент, но у них функциональность разная. То есть, у блоков все-таки функциональность быть красивыми и там как-то минимально навигировать пользователя по сайту, а у форум функциональность собрать у пользователя данные и отдать ему какую-то информацию. То есть, вот, как мне кажется, правильное разделение – это функциональность. По этой функциональности нужно составить команды и дальше уже разделить на микрофронты. Вот так. Надеюсь, что ответил на вопрос. Андрей, ты со мной? Все, я вернулся. Не забывай, что мы должны сегодня выбрать лучший вопрос, так что, может быть, сразу оценивай, насколько он хорош. Тут было продолжение этого вопроса. Можно ли сказать, что микрофронтенд – это настраиваемый компонент? Можно ли сказать? Я скажу так, что настраиваемый компонент может быть микрофронтендом, но это не значит, что любой мы настраиваемый компонент – это микрофронтенд. То есть микрофронтенд – это изолированная сущность, которая отдельно разрабатывается, отдельно релизится. Вот если ваш компонент отдельно разрабатывается, отдельно релизится, тогда он микрофронтенд. Ясно, хорошо. Тогда тут поступил 5 вопросов, и у меня был, в общем, похожий вопрос. Смотри, когда монолиты на бэкэнде разбивали на микросервисы, там называли главные два преимущества, почему это хорошо. Ну, одни из главных. То, что, во-первых, их можно будет делать на разных… разными командами, независимыми, да, и на разных языках. Каждый микросервис может делать на разных языках. Применимы ли эти преимущества, да, вот в микрофронтлендах тоже? Потому что вот второе бы облачение о том, что у вас все на реакте, видимо, а бывает ли необходимость на других каких-то технологиях делать компоненты микрофронтленда? Я поняла вопрос. Смотрите, вот как раз-таки преимущество разрабатывать разными командами, оно полностью сохраняется. Насчет разных языков, в принципе-то, наверное, да. Ну, то есть у нас все равно будет… у нас будет большая связность. Мы не можем взять вообще любую технологию, потому что, ну, у нас в итоге собирается в единый дом, да. Но при этом мы можем, ну, например, в каких-то пределах мы все равно можем использовать разные подходы. Например, какие-то команды у нас пишут на JS, а какие-то на TS. Ну, то есть такого простора, как в микросервисах, не будет, но в определенных пределах, да, можно. Главное, чтобы в итоговая ваша вот эта собранная сущность, она могла встроиться в ту страницу, для которой она предназначена. Так, да, то есть правильно я понимаю, что технологии, свобода в технологии чуть меньше, но тоже какая-то есть. Но независимость команд есть. То есть как бы команда могут не ориентироваться друг к другу. Вообще полная, и ради нее, собственно, все и затевалось. Круто. Хорошо, тогда этот вопрос мы ответили, наверное. Да, и вот похожий был вопрос у нас от Дмитрия. Поскольку у вас несколько микрофронтендов, и в итоге они собираются в один общий дом, то тестируете ли вы в общей сборке? Ну, например, что микрофронтенд номер один не ломает, или там как-то не наезжает на микрофронтенд номер два. Ты немножко затрагивал этот вопрос, но вот, может быть, повторяйте. Да, на самом деле хороший вопрос. Мы там на много граблей натыкались. Смотри, тут мы тестирование разделили на три большие части. Первая большая часть – это когда у нас есть именно интеграция наших компонентов друг с другом, ну и мы, собственно, тестируем интеграцию этих компонентов друг с другом. Это то, что я показывала, когда, например, один блок скроллит к другому, или по клику открывается там какая-то следующая сущность. Вот если это сделано на нашей технологии, то есть это те же самые React-компоненты, которые мы можем подтянуть себе в Storybook, то мы тестируем это в Storybook и уже не тестируем у пользователя, то есть в приложении. Это первый большой кусок тестирования. Второй кусок тестирования – это когда мы тестируем интеграцию с компонентами непосредственно приложения. Ну, то есть по факту мы тестируем, что компонент правильно отрендерился, отрисовался в приложении. Это мы делаем в нашем вот этом синтетическом легком приложении, о котором я рассказывала. Когда мы берем core-компоненты и микрофронты, соединяем их вместе, у нас получается синтетическое приложение. Интеграцию с приложением мы тестируем там. И есть третий этап тестирования. Это уже непосредственно вот в собранной странице со всеми ее сущностями в приложении. Да, мы там тоже тестируем, но мы там тестируем очень облегченно. Мы делаем там скрин, собственно, страницы, посмотреть, что она не развалилась. И мы там тестируем самый основной функционал – это заполнение формы. Причем заполнение такое с минимумом полей, happy pass. Вот, соответственно, получается, что мы максимум стараемся протестировать на уровне микрофронтов, но поскольку интеграции стало больше, минимальный функционал на уровне приложения все равно придется протестировать. Вот так. И поскольку этих приложений много, то получается, ну, все равно нужно гонять много интеграционных тестеров. Ну, end to end. Ну, их все равно меньше, чем был регресс в каждом конкретном приложении. Это первый момент. И второй момент. Эти проверки, они входят, в принципе, в регрессионные проверки релиза приложения. То есть у приложений раньше был очень большой регресс, а сейчас мы все, что могли, унесли в сторону тестирования микрофронтов, и у них регресс сильно сократился. Так, понятно, хорошо. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Да, ну, ты опять же это озвучил, но вот тем не менее. Используют ли микрофронты общие компоненты? Если да, то как вы решаете конфликт версий общих компонентов? Ой, вот это, да, это прям боль. Можем отдельно поговорить об этом развернуто в дискуссионной зоне. Оно в доклад просто не уместилось. Да, микрофронты используют общие компоненты. И даже вот в сторибуке, а давайте я покажу, если у нас есть еще пару минут. У нас как раз, ну, 10 минут. Ну, вот последний-то, наверное, вопрос. Или, может, еще один. У меня тут еще есть несколько, но... Ну, давайте, давайте этот разберем. Вот это наши блоки, и у них вот здесь есть теги. И вот эти теги, это как раз-таки общие компоненты, которые мы назвали атомами, которые переиспользуются в блоках. И мы эти атомы тестируем точно так же, как блоки. То есть мы для них собрали точно так же свои наборы тест-кейсов, и их тестируем полностью. То есть вот в этом вот моменте количество тестирования возрастает. Каждый наш общий компонент тестируется так же, как блок. Что, если говорить про версии? В наших общих компонентах мы поддерживаем обратную совместимость. Жестко, потому что иначе все развалится. Соответственно, мы здесь тестируем на обратную совместимость в том числе. Например, собираем какие-то сторисы. А сейчас я, может быть, даже покажу. Где-то у меня такая была. А, вот. Ну, это, правда, не общий компонент, это блок, но суть такая же. Смотрите вот сюда. Это сторис, в который ключи не пришли. Соответственно, вот это вот как раз очень похоже на кейс обратной совместимости, когда у нас, например, в новой версии общего компонента новый ключ добавился, а в предыдущем его нет. Мы собираем вот такую сторис, в которой ключи не пришли, и смотрим, что с компонентом произошло то, что мы хотели. Ну, то есть в случае блока он схлопнулся, а в случае общего компонента он просто должен отдать конфигурацию предыдущей версии. Вот. Там есть подводные камни в версионировании, но не в этом моменте, потому что здесь мы все равно на одной технологии, здесь мы полностью нашими общими компонентами управляем. Подводные камни в версионировании, они есть... Сейчас покажу. Они есть вот в этой схеме, в приложении. Что тут получается? Тут получается, что в сервисе управления контентом может быть та версия, под которую у нас еще нет реализации. То есть конфигурация уже появилась, она есть в системе управления контентом, а версия под эту конфигурацию со стороны микроблоков еще не выпущена. И если приложение добавит себе эту конфигурацию, у него, скорее всего, вообще ничего не отобразится. Вот. Но это в итоге мы разрулили через сервис управления обновлениями. То есть если вдруг у нас есть какая-то конфигурация, под которую нет реализации, то мы просто на уровне сервиса управления обновлениями не можем такую связку составить. Вот. Надеюсь, что ответил. Так. Вроде как, да. У нас есть уже несколько минут буквально. Давай... Тут было пару вопросов про... Есть ли инструменты визуализации связи микрофронтов? Инструмент визуализации связи? Ну, из коробки, насколько я помню, нет. Мы сделали вот скрин, который я показывала. Сейчас давайте еще разок его найду. Если я его, конечно, быстренько найду. А вот он. Сделали вот такую вот визуализацию. Она добавляется прямо в Мерший квест. Сейчас мы просто анализируем все зависимости, ну, все импорты, грубо говоря, которые есть. Естественно, немножко сложнее логика, но если грубо, то просто смотрим, что куда импортируется, и вот эти вот связи составляем. Из коробки я такого инструмента не знаю. Вы сделали какой-то свой подобный инструмент, да? Да, да. Ну, это по факту просто утилитка, которая анализирует зависимости, и потом их вот так вот в виде тегов и стрелочек визуализирует и добавляет в Мерший квест. Так, ясно. И, наверное, связанный вопрос. Есть ли некое автоматическое разрешение коллизий? То есть, например, когда два компонента, две сущности ссылаются друг на друга, вот. Такие проблемы у вас будут? Есть. На это вообще у нас отдельный сервис написан, который управляет релизами. Он как раз проверяет там на коллизии, на всякие устаревшие зависимости, на, в принципе, список зависимостей. Ну, то есть пришлось сделать еще один отдельный сервис, но это не в контексте микрофронтов, а, в принципе, для релизов всех наших сущностей. И он уже вот этим всем управляет. Так, хорошо. Ну и давай так. Остальные вопросы мы переведем в дискуссионную зону. Там в чате уже скинули ссылку на Zoom. И последний, я здесь задам вопрос, провокационный. Провокативный. Давай. Говорят. Было ли ощущение, что микрофронтенд создается ради микрофронтенда? Что-то такое? На старте было. На самом деле, правда. На старте было, потому что... Ну, вот все, о чем я рассказывала, мы же до этого не мгновенно дошли, да? Мы сначала сделали какой-то прототип, внедрили туда Storybook. Там не было тест-кейсов, там не было тестовых стендов никаких дополнительных. Мы не могли протестировать там интеграцию. На старте было. Но мы верили в эту технологию, и где-то через полгода, наверное, работы это ощущение ушло, потому что мы просто видели, как ускоряется наша разработка. То есть очень быстро мы смогли догнать скорость разработки до той же самой, которая была в Monolith, а при этом еще даже половины наших идей по улучшению мы не реализовали. Поэтому вот это ощущение ушло. Да, звучит позитивно. Ну, давайте на этой позитивной ноте тогда закончим официальную часть и перейдем уже в дискуссию в онлайн. Можно задать вопрос. Каким образом убеждали менеджеров, руководств, чтобы переходить на микрофронтенды? Конфликт был. Ну, нет, не то чтобы конфликт был, но изначально, естественно, нужно было доказать, что наша идея не фигня, так скажем. Но, во-первых, у нас был вот этот кейс, когда мы 9 недель разрабатывали по факту одну фичу. Но 9 недель – это ужасно. А во-вторых, у нас был все-таки небольшой карт-бланш от некоторых наших заказчиков, потому что мы уже давно с ними работали, они нам доверяли. Ну, и у нас были жесткие достаточно дедлайны. И это все шло от инженеров? Да. Ну, от PM, от нашего, и от инженеров. Шикарно. Я напоминаю, что у нас были Мария Палагина и Андрей Солнцев. Андрей Солнцев тоже читал доклады на Хайсенбаге. Вы можете найти аж за 3 года. Спасибо вам, ребята, большое. Как вам формат конференции в онлайне? Есть ли отличия? Есть. Отличия есть. Но вообще круто. То есть нравится. Андрей, как тебе? Да, это что-то очень необычное. Ну, мне, конечно, вживую все равно больше нравится. Вот, когда ты видишь глаза людей, как бы там улыбки, кто-то смеется, кто-то у нас плачет. Совсем другое ощущение. Отлично. Ну, чтобы увидеть глаза друзей, можно перейти в дискуссионную зону. Я напоминаю, внизу под нашим видео есть не колокольчик, а есть Zoom и Telegram. В Telegram можно перейти, чтобы посчитать вопросы в чате. Кстати, о вопросах. Уже понятно, какой лучший? Мария? Да, я думаю, что лучший был про версионирование и связанные с ним проблемы. Ну, потому что он, правда, в точку. Там больше всего проблем. Отлично. То есть, про общие компоненты, автор вопроса про общие компоненты получает книжку. Спасибо. Спасибо.